Как нестандартно преподавать привычные школьные уроки. Физика, химия, математика могут быть интереснее, особенно если добавить программирование и робототехнику. Так можно взрастить талантливых исследователей и ученых. Более 300 педагогов страны Вологодской, Ленинградской областей, Ставрополья, Кузбасса, Алтая, а также Москвы и других регионов в эти дни обсуждают актуальные вопросы в сфере образования. Мы понимаем, что страна будет наша развиваться, если она будет обладать передовыми технологиями. Вот обучать умению создавать эти передовые технологии, мы будем об этом говорить, как ребят наших этому научить, не как сделать таким образом, чтобы из этих стен вышли будущие ученые-инженеры, которые продвинуты Россией. К слову, при поддержке фонда Андрея Мельниченко и СГК в 2017 году у нас в крае на базе ЛГТУ появился Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». За это время здесь порядка трех тысяч школьников в крае на конкурсной основе получили дополнительное образование, углубленно изучали естественные и точные науки, а потом поступили в ведущие вузы страны. В Центре говорят, что и дальше всячески будут поддерживать одаренных ребят. Это совместные проекты, которые будем реализовать. Сейчас мы к этому близко-близко подошли. Это когда в команду включаются школьники, студенты, магистранты, аспиранты, специалисты предприятия, в частности, сибирской генерирующей компании. Потому что та же сибирская генерирующая компания, она не только генерирует тепло и энергию, она еще и генерирует те задачи, которые действительно остро стоят. Это задачи энергосбережения, это задачи сохранности экологии и так далее. Самое важное, то, что делают Центры фонда, это то, что сочетают два направления. Это получение фундаментальных знаний и применение этих знаний на практике. Мы не стоим в стороне, мы предоставляем эти площадки и содействуем как раз для второй части этого процесса. Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров фонда Андрея Мельниченко проходит уже в пятый раз. В течение трех дней преподаватели обменяются опытом, примут участие в дискуссиях и мастер-классах, чтобы потом помогать в исследовании мира молодым Ломоносовым и Ньютоном. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком.